Эволюция гигантизма среди динозавров, в особенности, конечно же, наших любимых хищных тераподов, была предметом давнего интереса, но до сих пор остается неясным тот факт, какими способами гигантские тераподы, по совместительству самые большие бипедальные животные с когда-либо живших, достигали таких огромных размеров. Отними и теми же способами, или с помощью разных стратегий. Ученые уже долго спорят над этим вопросом и даже проводили гистологический анализ филогенетических данных 8 семей тераподов, с акцентом на гигантских тиранозавридов и кархародонтозавридов, дабы реконструировать их стратегии роста и проверить, действительно ли определенные кости постоянно сохраняют тенденцию к росту. В этом видео мы с вами рассмотрим физиологические ограничения на эволюцию размера у самых крупных хищных динозавров, рассмотрим их гистологию и, конечно же, главный вопрос – это то, каким образом крупнейшие хищные динозавры, развили в себе разные методы роста гигантских размеров. Перед тем, как мы с вами выясним причину гигантизма крупных тераподов, я хочу обратить ваше внимание на проект «Второй марафон. Новое знание», который организован российским обществом «Знания». С 1 по 3 сентября в рамках марафона будут продемонстрированы самые актуальные и яркие знания о достижениях в России и в мире, о людях, создающих будущее уже сегодня. В марафоне примут участие 150 спикеров и лично для меня интересным спикером является Алексей Водовозов, который будет вести открытый урок по прожарке научных мифов, ибо сам он медицинский блогер и токсиколог. Это действительно полезно и интересно. Также и вы найдете интересные вам темы и спикеров. Выступления будут о науке, истории, айти и даже о бизнесе. Подробности и программу выступления можно найти на сайте. Переходите по ссылке в описании к этому видео и смотрите выступления от них из лучших специалистов своей области. Начать следует с того, что гистологический анализ костей ископаемых обычно используется для изучения их палеобиологии, и применение этих методов к динозаврам позволило получить представление об их темпах роста, а также о теплофизиологии и даже зрелости. Естественно, тираннозавр Рекс, один из крупнейших известных наземных хищников, был в центре внимания сразу нескольких исследований, выясняющих параметры жизненного цикла с помощью как раз таки гистологии костей. Тем не менее, в этих исследованиях были взяты образцы разных скелетов, что ставит под вопрос, являются ли эти образцы крупнейшими или все-таки нет. В гистологии это довольно важно. Знаете, какой самый важный вопрос задают себе палеонтологи, которые пытаются понять закономерности росту крупных тераподов? Какие кости им изучать и использовать? Опорные кости, которые поддерживают массу всего тела, а значит меньше подвержены аллометрии, то есть неравномерному росту, или неопорные кости, которые с меньшей вероятностью имеют какие-либо микротрещины и поэтому могут иметь более полные данные о росте и развитии? Опорные или неопорные? Да, сложно выбрать. Разные исследования использовали разные методы, однако результаты свидетельствуют о том, что у терапод существует дивергентная стратегия роста. То есть, будучи схожими по своим габаритам, они развили этот гигантизм по-разному. Хотя от года к году в отобранных образцах существует небольшая изменчивость в росте, это не оказывает какого-то фундаментального влияния на общие макроэволюционные закономерности, которые мы наблюдаем. То есть, закономерности роста, работающие для супергигантских представителей типа Гиги или Рекса, очень похожи на таковые у их родственников меньшего размера, но естественно имеющие порог размеров. В процессе изучения обнаружили, что у скелетно-зрелых гигантских тераподов опорные кости постоянно сохраняют тенденцию роста, в отличие от неопорных костей. Интересно также и то, что у тираннозавридов можно заметить гетерохронную закономерность роста. То есть, кости у тираннозавридов развивались неравномерно, у них был резкий скачок роста в начале их жизни. И уже к 16 годам Терекс считался зрелым. А вот рост кархародонтозавридов лучше соответствует модели гиперморфоза. Гиперморфоз это гипертрофия некоторых или множества органов вследствие нарушения отношения животного со средой. То есть, гипер это очень, морфоз это изменение. То есть, у кархародонтозавридов не было вот этого вот бешеного ускорения роста в начале жизни, как у тираннозавридов. И они становились гигантами постепенно. Исходя из этих результатов, мы могли бы даже предположить, что подходящая нулевая гипотеза для других крупных и сверхгигантских тераподов, не относящихся к целурозаврам, важная пометка, будет соответствовать модели гиперморфоза. Например, было обнаружено, что мелкие и среднеразмерные обелизавриды имеют умеренные или даже медленные темпы роста. Со спиннозаврами, кстати, тоже так. Да, оценить закономерность роста спиннозавра очень тяжело, так как, ну как бы не было найдено зрелых особей вообще. А значит, беря в голову нулевую гипотезу, можем почти уверенно говорить, что у них был длительный период роста. Также и у акрокантозавра были заметны пропорциональные изменения окружности бедренных срезов у молодых особей, что значит, что он также рос до крупных размеров куда медленнее целурозавров. Если что, напоминаю, что алозавроиды со всякими там гигантозаврами, кархродомтозаврами и акрокантозаврами, не являются целурозаврами, в отличие от тиранозавридов, манерапторов и, кстати, современных птиц. Разные стратегии роста для достижения гигантизма были также зафиксированы и у зауроподоморфных динозавров, предполагая, что эволюция размера тела путем увеличения роста тела была обычным явлением у динозавров. Филогенетическое распределение моделей роста с представителями более ранних, так скажем, базальных клад, например, креолофазавры и алозавроиды, такие как алозавр, акрокантозавр и кархродонтозавр, прежде всего достигали своего большого размера за счет устойчивого роста в течение продолжительного периода времени, чем-то напоминающая модель роста у современных крокодилов, которые тоже растут медленно, но могут дорастить до гигантских размеров в конце своей жизни. А вот целурозавры, такие как тиранозавриды, например, горгозавр или тиранозавр, достигали больших размеров тела за счет ускорения роста в начальном этапе жизни, и вполне вероятно, что такая стратегия была выбрана в результате более высокого метаболизма. Этот вывод также подтверждается наличием схожих, хотя и не столь экстремальных, моделей роста, наблюдаемых в гистологических записях многих целурозавров, не относящихся к тиранозаврам, включая орнитомими, троодонтидов и драмеозавридов. Можно даже предположить, что ускоренный рост тиранозавридам в свое время помог быстро эволюционировать в высшую нишу хищников, освобожденную крупными аллозавроидными тераподами в западной части Северной Америки. Итого, мы с вами поняли, что у взрослых гигантских тераподов опорные кости сохраняют тенденцию роста, в отличие от неопорных костей. Кроме всего этого, целурозавры и аллозавроидные имеют разные стратегии роста. Например, у целурозавров, а особенно у теранозавридов, можно заметить гетерохромную закономерность роста. То есть кости у теранозавридов развивались немедленно и неравномерно, а с быстрым скачком роста в начальном этапе их жизни. Конкретно Т-рекс к 16 годам считался уже совершеннолетним. А вот аллозавроидные типа кархарадонтозавридов лучше соответствуют модели гиперморфоза. То есть у условного кархарадонтозавра не было бешеного ускорения роста в начале жизни, как у теранозавридов, и они становились гигантами медленно и постепенно, как современные крокодилы. Соответственно, у кархарадонтозавра полная зрелость наступала лишь в примерно 30 лет. Если вам интересно почитать подробнее об этой работе, то в комментариях я оставлю ссылку с работы, в которой есть все эти графики и очень много интересной информации. Темпы роста динозавров, особенно хищных тераподов, это довольно интересная тема, которая мне лично понравилась тем, что она показала разные методы роста у различных тераподов. Поэтому я вам советую обязательно прочитать эту работу. Ну, а я пошел делать новые видео. А вы в свое время помните. Думать полезно. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и оставь комментарий. Пожалуйста.